Метроном. Так я тебе не советую на дискотеке танцевать с своей партнёжей, потому что её по-любому после второго коктейля и такой метрономной восьмёрки стошнит. Этот трёхдневный интенсив собрал спортсменов Челябинска и Екатеринбурга на площадке танцевального клуба «Вероника». Тренер Евгений Казмирчук – трёхкратный чемпион России, финалист чемпионатов мира и Европы в европейской программе. Среди его учеников – чемпионы мира среди молодёжи, финалисты и полуфиналисты чемпионата России. Любое изменение, допустим, человеческого отношения, оно вносит определённую энергетику. Соответственно, ребёнок по-другому чувствует другие слова, другая энергия, другие эмоции. А информация периодически одна и та же. Бывает часто одно слово может изменить уже ощущение спортсмена, он по-другому будет танцевать. А это уже много раз мной доказано было, что ты подбираешь даже слова, чтобы человек через свой мозг пропустил и понял, что всё-таки это вот так должно выглядеть. Опять ты, ну ты убийца. Раз на ноги. Мария, я понимаю, что тебе удобнее, у тебя нормальные, нормальные человеческие ноги. Нам удалось провести три группы, и мы подготовили вместе с этим классом, который сегодня есть, одну главную основную тему – это умение изолировать свои части тела во время танцевальных движений. И на примере различных упражнений мы попытались это оттренировать, и это же, соответственно, использовать дальше уже на простых фигурах, и постепенно усложняли на сложные фигуры, переходили эти разные комбинации. Ну, Андрюх, давай, давай, блин, у тебя будут не традиционные танцы, прости, брат. И восьмёрка, 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 восьмёрка. Мы с тобой вошли в YouTube-канал, имею в виду. Техника и изоляция, наверное, и механика, и пластика, она доступна с самого начала. Человек начинает двигаться, он уже ходит по улице, используя все эти принципы механики. Нет такого, что человек идёт совершенно деревянный, зажатый и так далее. Он всё равно использует свободу своего тела, у него все суставы всё равно изолированы друг от друга, но в то же время работают в гармонии с друг другом. Поэтому это доступно с самого начала, только имеет определённый коэффициент сложности и всё. За последнее время не просто движения поменялись, мы партнёры, почему-то нам стало достаточно скучно, и мы приняли решение, а почему бы нам не попробовать танцевать женские партии в плане шагов, добавляя туда только свои именно мужские технические особенности. Ноги идут в партии партнёрши, а соответственно техника идёт и используется в партии партнёр. Это не значит, что мы теперь выглядим как партнёрши, просто использовать большее количество фигур удаётся. Усиление пластики, усиление музыкальности, возможностей тела. И так как у нас это спорт, спортсмен становится сильнее, он становится более опытный в ощущении своего тела, и он может использовать большее, помимо технических заданий, ещё и физиологических особенностей тела. Мы пытаемся найти любые способы, чтобы музыка и спортсмен были в гармонии. Для этого приходится находить больше возможностей тела и больше ресурсов, как самого персонального одного спортсмена, так и пары, усиливая возможности тела персонального спортсмена и взаимодействия между партнёром и партнёршей. Поэтому мы ищем эти все ресурсы, возможно, частично из других видов спорта, и собираем историю из предыдущего, и усиливаем то, что сегодня есть непосредственно в современном виде спорта. Поэтому мы пытаемся добавить старое и новое. В сумме всё это начинает работать более интересными красками, и достаточно многогранно всё это выглядит. Так, интересные движения у одного мальчика идут, ничего страшного. Его зовут Андрей. Есть, я ещё раз говорю, универсальная техника, а есть уникальная. Уникальная – это, соответственно, подстраивается либо под какую-то именно разницу в росте, либо под какую-то физиологию спортсмена, меньше, выше и так далее. Отталкиваемся от основной идеи и пытаемся развить те возможности спортсмена и либо пары, которые в данный момент имеют какие-то свои особенности, чтобы она, конечно же, выглядела, самое главное, выигрышной, чтобы она пыталась выиграть у другой пары, соответственно, победить и завивать какой-то титул. Опыт. Мы всегда встречаемся не только на конгрессах, семинарах. Люди встречаются не только для того, чтобы получить в университете знания. Мы сидим в ресторане, мы можем обменяться знанием. А ты слышал, я вот это вот где-то услышал, на вот тебе эту информацию. О, прикольно, и дальше пошло, передаём. А вы пришли на работу и передали эту информацию. Последние месяцы оказались нелёгкими и для поклонников танцевального спорта, и для самих спортсменов. К счастью, есть возможность вернуться к привычным оффлайн-тренировкам. И пока крупные чемпионаты отложены до лучших времён, ребята всеми силами поддерживают свою форму. Ведь этот процесс, да, выставляете меня на все соцсети, да. Да, да.